Жень, а вдруг она выгорела? Или проблемы в семье? Раньше таких диалогов не было. Послушай, может проблема вообще не у нее, а у супервизора? Может Марина ведет себя слишком жестоко, не хвалит, не поддерживает? Нет-нет-нет, я с ней уже говорил. На самом деле причина в другом. Диалог с клиентом был три дня назад. Ты сама на себя зафиксировала жалобу. Наташа, ты слышала поговорку? Ожидание смерти подобно. Поверь мне, у всех есть свои страхи. Три дня переживаний, прокручивая в голове миллион вариантов ответов на мои вопросы, можно будет избежать, если ты придешь ко мне сразу после диалога. И тогда мы точно в выигрыше. Ведь вопрос клиента решится моментально. Мы сохраним продажу. Я покажу, где искать информацию и как можно будет избежать подобных конфликтов. И клиенту помогли, и ты спокойно. Обратиться за помощью и признать ошибку не стыдно. Ведь всего знать невозможно. Всегда найдется кто-то, кто знает больше. Давай представим ситуацию. Ты прошла курс английского. У тебя хороший багаж знаний и отличное произношение. Ты встречаешь коренного англичанина. Как бы хорошо ты не знала теорию, но на практике ты увидишь разницу. И это нормально. Так и в нашем случае. Просто скажи, простите, я и правда не совсем поняла. Давайте сейчас вместе попробуем во всем разобраться. Уделите мне еще пару минут вашего времени. Эта фраза покажет клиенту, что ты заинтересована ему помочь. А он не будет резко реагировать. Если ты сталкиваешься с чем-то впервые, это отличная возможность научиться новому. Жизнь подбрасывает тебе лимоны. Делай из них лимонад. Наташа, держать вопрос клиента в фокусе – одно из ключевых правил. В ситуации, когда клиент начинает кричать и напирать на тебя, есть большая вероятность потерять суть его вопроса, начать говорить не по делу и еще больше разозлить его. Потерять суть его вопроса, начать говорить не по делу и еще больше разозлить его. Кратко записывая за клиентом самое главное. Именно с этой информацией ты обратишься за помощью. Это поможет тебе в двух ситуациях. Несмотря на эмоции, ты всегда сможешь вернуть клиента к главному вопросу и все-таки решить его. Если окажется, что ты не знаешь, как правильно ответить, сможешь подойти ко мне и кратко объяснить ситуацию, задать вопрос, не упустив важных деталей. Даже если меня не будет на месте, ты всегда можешь обратиться к опытному сотруднику. А фраза «Я хочу помочь, подскажите мне» и краткое описание ситуации ускорит процесс. Видишь, мы поговорили и ничего страшного не произошло. Все твои переживания, с которыми ты жила все эти дни, носила их домой и ждала развязку, были зря. Незнание всех процессов совершенствия не проблема. Проблема – отсутствие желания помочь клиенту. Я знаю точно, что у тебя ее нет. Продолжение следует...